МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И связаны они с безопасностью детей в летнее время. Жара только началась, а уже среди детей есть жертвы. В Канашеи и Бресинском районе двое детей выпали из окна. Один находится в реанимации, другой погиб. В Шумерлинском районе в небольшом пруду утонули тоже двое. Вина во всех случаях лежит полностью на родителях. Правило «Не оставляйте детей без присмотра» с началом летнего сезона становится особенно актуальным. Хочется обратиться к родителям, хочется обратиться ко всем взрослым, следить за детьми, за открытыми окнами, потому что на сегодняшний день есть сетки, неукрепленные дети подползают к этим окнам, к этим сеткам облокачиваются и выпадают. Ставят стулья, ставят диваны, то есть те приспособления, которые совершенно спокойно доступны детям. Есть родители, которые высаживают детей на подоконник, дабы посмотреть за окошко. Поэтому случаи очень трагичные. Мы наблюдаем эти случаи, к сожалению, каждый год. Каждый год мы об этом говорим, но каждый год эти случаи повторяются. Буквально позапрошлый год у нас был с плохой точки зрения очень урожайный, на падение со смертельным исходом. В прошлом году случаи повторялись, но их было чуть меньше. То есть в прошлом году мы потеряли двух малолетних детей. То есть этот год мы уже статистику печальную начали. Поэтому еще раз хочется обратиться к взрослым нашим гражданам, родителям, бабушкам, дедушкам. Обращайте внимание, пожалуйста, уважаемые коллеги, друзья, на опасность выпадения детей из окон. Итоги социально-экономического развития республики за январь-апрель этого года, ход весенних полевых работ, эти и другие вопросы тоже обсудили на традиционном совещании с участием главы Чувашия. Основные отрасли экономики показывают динамику. По темпам роста Чувашия занимает первое место в округе. Ряд предприятий показали существенное увеличение объемов, в том числе Химпрома, Конт, Автофургон, Экров, Нирбукет, Чувашия, Маслосырбаза и другие. Выросли и экспортные поставки. Сегодня зарплата составляет 20 800 рублей. Добиться хороших показателей помогли и оборонные заказы. Это очень важно, заметил Михаил Игнатьев. В начале 2016 года в Чувашии был отмечен спад в строительстве. Глава республики подчеркнул, что сейчас повышаются покупательские спросы. Банковские организации предлагают выгодные кредиты. Кроме того, в строительную отрасль будут вложены дополнительные средства. В этом году на жилищные строительства мы выделяем по разным нашим действующим программам, финансовые средства все они уже обозначены, 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Это огромные средства с точки зрения стабильного, государственного, гарантированного заказа. Глава Чувашия обратил особое внимание, что осваивать эти средства должны надежные строительные фирмы, которые смогут гарантировать отсутствие рисков для покупателей жилья. Что касается весеннеполевых работ, то они завершаются 97% от плана, подстающих Алатарский, Козловский и Вурнарский районы. В этом году изменилась структура посевов. Больше высадили масленичных культур и овощей. Территории хмельников не увеличились, но в планах будущего года закладка новых плантаций уже стоит. Особо предприимчивые хозяева начали заготавливать корма. Опасения специалистов вызывают жаркая погода, очень нужны дожди. Об исполнении бюджета доложила Светлана Янилина. Министра финансов подчеркнула, что надо ускорить освоение средств. Процедура прохождения межбюджетных трансфертов должна быть максимально быстрой. И деньги не должны просто лежать на счетах, их надо использовать по назначению. Положительным фактом назвали на совещании рост алкогольных акцизов. Системная работа органов власти совместно с МВД по борьбе с контрафактом на алкогольном рынке дает свои результаты, отметил глава республики. Обсудили на совещании начало сдачи единых государственных экзаменов. Сегодня ребята пишут ЕГЭ по русскому языку. В республике работает группа наблюдателей. Зафиксированы попытки нескольких учеников воспользоваться сотовыми телефонами. Теперь им предстоит пересдача. Конец мая. Горячая пора для выпускников школ. Тысячи ребят сдают единый госэкзамен по разным предметам. Сегодня старшеклассники проверяли свои знания русского языка. Наша съемочная группа побывала в Чебоксарской школе номер 10 и узнала, как проходит обязательное тестирование. До начала экзамена чуть меньше часа. Кто-то из выпускников пытается вспомнить, как пишется «не» и «не» с глаголами. А кто-то – сложные случаи в постановке знаков припинания. С каждой минутой волнение нарастает. Утром сходила в церковь, поставила свечку на иконку. В общем, очень волнуюсь. Планирую сдать на где-то 70, но боюсь, что не успею написать. Но времени не хватит. Боюсь сочинения, честно говоря. Задание с ударениями. Вообще хотела положить под пятку пятак, но потом мама отговорила. Сказала и так сдашь. Народные приметы, такие как метод левой руки, пятак под пятку, у ребят жалуют не особо. И произвенят, мы боимся. Да, не положили. Монеточки не положили, поэтому. Мы решили без происшествий. Все по-честному. Мы готовы и морально, физически. В год готовились. Спал крепко, как всегда, потому что экзамен, подумаешь, всего лишь экзамен. Никаких суеверий, только своя голова. В руках прозрачные пакеты с ручками, водой, шоколадкой и документами. Все остальное брать с собой запрещено. На время проведения экзамена здание школы превратилось в режимный объект. Ключи, мелочь, телефоны, ссылки. Все это оставляйте своим учителям. С этим набором ваших вещей вас в школу не пропустят. Вход строго по документам. Чтобы попасть в свою аудиторию, нужно пройти через металлоискатель. Незаметно пронести телефон не удастся. В 10-й школе русский язык сдают 247 выпускников. Каждая аудитория рассчитана на 15 мест. За три с лишним часа нужно успеть выполнить 24 задания и написать сочинение. Под особым контролем – конфиденциальность тестов. Их выдают за 15 минут до начала экзамена. В этом году организаторы усилили меры борьбы со списыванием. В классах работают члены комиссии, установлены веб-камеры. За онлайн-трансляцией следят сотни наблюдателей. Кстати, это обязательное требование для школ при проведении госэкзамена. Через смотриега.ру каждую аудиторию можно видеть во всех регионах Российской Федерации. Если наблюдатель, или сидящий в Москве, в каком-то другом регионе, или у нас, замечает нарушение, так называемая черная метка отмечается, и сразу члены государственной комиссии должны реагировать, прийти в эту аудиторию, проверить все. Экзамен по русскому языку – первый из двух обязательных. Следующий, по математике, состоится через несколько дней. Аттестацию проходит более 6,5 тысяч выпускников Чувашии. Основная волна ЕГЭ продлится до 30 июня. Те, кто по уважительной причине не сможет сдать экзамен в эти сроки, сможет сделать это в резервные дни и осенью. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Президентский перинатальный центр отмечает в этом году 15-летие образования. За эти годы тут родились более 42 тысяч маленьких граждан Республики. Причем большая часть у женщин с высокой группой риска или сложными патологиями. О том, как удается делать невозможное возможным, говорили на межрегиональной научно-практической конференции, в которой приняли участие наши врачи, светила российской медицины и студенты медфакультета ЧГУ. Впервые к участию в конференции такого уровня пригласили молодежь. Несколько месяцев ушло у студентов на написание докладов и выступлений, которые рецензировались тут же. Будущие врачи стали едва ли не самыми главными героями праздника. Надежды на дальнейшее развитие нынешняя медицинская элита связывает с ними. 15 лет – это тот возраст, когда мы можем уже подводить серьезные результаты. Это тот возраст, когда мы можем говорить о том, что программа перинатальных центров, вообще идеология создания перинатальных центров в России имеет свои положительные результаты. У современных врачей президентского перинатального центра можно и нужно учиться. Сертификаты лучшего родильного дома России 2015. Больницы доброжелательные к ребенку. Надежная репутация. Такие звания достаются потом и кровью в полном смысле. Главный российский акушер-гинеколог Лейла Адамян признается, президентский перинатальный центр в Чебоксарах – это один из немногих роддомов, куда она приезжает оперировать без своих ассистентов, поскольку всецело доверяет здешним коллегам. Цель моего визита – посетить лучшую региональную республику, которая имеет лучшие показатели нашей профессии. Первый ребенок из пробирки родился в Чувашии в 1995 году и стал пятым малышом России, зачатым вне материнской утробы. С тех пор таких детей уже более трех тысяч. Сегодня специалисты президентского перинатального центра научились не только проводить сложнейшие операции, принимать роды, но и выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. Младенческая смертность в республике – самая низкая в России и сопоставима с уровнем европейских стран. Те цифры, которые мы имеем в республике вместе с нами, вместе с вами, в нашей совместной деятельности, конечно, удержать их не очень просто. Но то, что сегодня единая команда медицинских работников работает научный результат, чтобы мамы были уверены в завтрашнем дне, папы тем более, и дети, чтобы были здоровы, и самое главное. Дети, которые родились в президентском перинатальном центре 15 лет назад, скоро закончат школу. Вполне вероятно, что кто-то из них выберет себе самую благородную профессию в мире и придет работать в президентский перинатальный центр. Это будет лучшей наградой для его сотрудников. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Работники химической отрасли Республики отметили свой профессиональный праздник. Основные торжества развернулись в Новочвоксарске. Здесь на торжественном вечере чествовали лучших сотрудников и ветеранов градообразующего предприятия. Подробности в следующем материале. Благодаря труду многих из приглашенных на праздник в честь дня химиков строился и развивался город-спутник. На градообразующем предприятии ветеранами гордятся от традиций, заложенные ими, продолжает молодое поколение заводчан. Мы провели конкурс детского рисунка, как они представляют соблюдение своими родителями правил безопасности. И победители у нас были награждены. То есть детки очень хорошо отреагировали. Это очень большой, скажем, такой фактор для родителей. В последнее время предприятия демонстрируют неплохие показатели. На химпроме увеличили в разы объемы производства. Продукция завода пользуется большим спросом и за рубежом. Мы вкладываем сейчас инвестиции в расширение наших отечественных советских технологий. Они стали на сегодняшний день конкурентными. Мы сегодня нашли продукты и планируем до конца года выпустить гипохлорид кальция. Это продукт, который мы не производили. Производили китайцы, поставляли нашим отечественным золотодобытчикам. Вместе с заводом развивается и город химиков. На Учбоксарске продолжают благоустраивать дворы, реконструируют детские сады и дороги. Мы встречались на разных площадках. Не надо беспокоиться за детей. Проблема детских садов решена не только у нас и на уровне Российской Федерации. Если определенная очередность, надо будет улучшаться, будет демографическая ситуация. Мы будем эти садики новой строить. Начали уже строиться в новых школах. Новая школа или модернизированная общерозавательная школа тоже появится в Новочебоксарске. Лучшим работникам вручили благодарности, грамоты, медали и почетные звания. Многие из награжденных пришли работать на завод еще студентами. За все это время я проработал 24 года почти на первом производстве в цехах номер 51, 52, 53. Прошел путь от слесаря-ремонтника до начальника цеха. Очень приятно смотреть на то, что ровно 56 лет назад был заложен тот самый мощный фундамент, на котором сегодня светет, растет наш родной город. Наградили и победителей конкурса трудовых династий. Первое место заняла семья Селивановых-Лебедевых. Их общий стаж превышает 390 лет. На химпроме работает уже второе поколение династии. В свое время родители приехали сюда на молодое тогда предприятие еще. И нас с детьми привезли сюда. И всю жизнь этот химпром был в наших семьях, в нашем сознании. Поэтому и мы сами сейчас на химпроме. Это не последние награды по итогам года человека труда. Отметь от лучших работников завода. Медрик Ковалев, Анастасия Аланкина и Олег Якимов. Республика. Статуэтки «Оне» нашли своих героев. В Чебоксарах завершился 9-й международный кинофестиваль. Его итоги подвели в выходные. Какие фильмы оценивали члены жюри и зрители, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Полные залы на киносеансах также масштабно спустя неделю подводят итоги фестиваля. Фойе оркестра исполняет музыку и знаменитых картин. А на сцене Чебоксарской филармонии разворачивается театральное представление о кинематографе малых народов. На экране демонстрируют кадры из фильмов Иакима Максимова-Кошкинского. Его дело продолжают молодые режиссеры. Чувашский кинематограф возрождается. Гости отмечают, что толчок этому дают именно подобные фестивали. Чебоксарский кинофорум приобрел большую популярность. В этом году в его рамках прошло более ста мероприятий. Республику посетили известные артисты и режиссеры. На фестивале дают нам возможность посмотреть богатство, культуру, традиции народов России, малых народов Российской Федерации. Вы все знаете, что российское государство – это многонациональная страна. У нас только в республике проживает 128 национальностей и несколько этносов и конфессий. И все живут в мире и согласии. В этом году в конкурсе этнического кино участвовало 22 картины. Свои работы на суд жюри прислали авторы из Татарстана, Башкирии, Якутии, Чечни и Чувашия. В итоге гран-при присудили молодому режиссеру из Грозного Руслану Магомадову. Картина «Февраль» – его дебютная полнометражная работа. Наш фильм про депортацию чеченского народа – это страшная трагедия, это история. Но мы, снимая этот фильм, когда мы писали, придумали сценарий, для нас главной задачей было, это чтобы подрастающее поколение, посмотрев эту картину, во-первых, не забывало свою историю, а во-вторых, они не повторяли этих ошибок. Такие картины должны быть, должны показаны быть, чтобы другие регионы знали, вот соседний регион, который с ними, какая у них культура, какие обычаи. За награды конкурса игрового кино боролись 12 фильмов. По традиции на кинофестивале первым вручают специальный приз главы республики. По мнению членов жюри, лучше всех тему патриотизма в этом году отразила лента «Побег из Москвобада». Статуэтку Ане получил кинооператор. Побег из Москвобада принес победу его сценаристу. В прошлом году Юсуп Розыков являлся председателем жюри Чебоксарского кинофестиваля. Сейчас он вынашивает идею снять полнометражную картину о Нарспи. Такие вещи, как Нарспи, это такой чистый родник. Хотя это совершенно не такая розовая героиня, как вы знаете. Это очень сложно работать. Это психологический портрет, невероятно присущий только очень сильному народу. Картина охраны Александра Прошкина получила сразу две статуэтки. Фильму достался приз зрительских симпатий, а его главной героине Марии Коровиной вручили награду за лучшую женскую роль. Клавдия, она, наверное, более интуитивный человек. Она больше живет по интуиции, нежели по каким-то, по голове, ну скажем так, да. То есть она не думает, она как-то делает и чувствует. И вот этим чувством она живет, принимает решения в своей жизни. И это не всегда логично, это тяжело порой бывает. Гран-при конкурса игрового кино присудили картине Михаила Мистецкого «Тропичный союз». Эта награда, шутит художественный руководитель Сергей Лаврентьев, станет семейной. В 2015-м приз за лучший фильм получила супруга победителя нынешнего фестиваля. Правда, ни тогда, ни сейчас режиссеры не смогли приехать в Чебоксары. Статуэтки они им передадут в Москве. Медриковалев, Эндрес Передонов, Республика. В Чебоксарах продолжают выяснять обстоятельства резонансного ДТП. В выходные на площади речников лоб в лоб столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находился несовершеннолетний сын главы администрации Чебоксар. Вольсваген Поло, за рулем которого и находился сын главы администрации города, совершал обгон впереди идущей машины. Уйти от удара с ладой калины не позволила большая скорость. В результате ДТП травму получили оба водителя. Извиняться за поведение сына пришлось отцу. Поведение моего несовершеннолетнего сына признаю социально опасным. Готов нести наказание за его поведение. В МВД Республики отмечают, что пройти проверку на содержание в крови алкоголя Олег Ладыков отказался. 17 лет, не имея права, садится за руль. То, что он неосвидетельствует, это уже говорит о том, что был в непрежном состоянии. Сейчас протоколы полностью были составлены и на того владельца, который передал это транспортное средство, примут самые жесткие меры. Глава Республики отметил, что виновные в этом ДТП будут наказаны. С точки зрения подходов и правоохранительных органов, и органов государственной власти, принципиальные позиции соблюдать нормы действующего законодательства. Что нам стоит дом построить? Строительная компания «Инкост» знает ответ на этот вопрос. В преддверии своего 25-летия предприятие провело конкурс профессионального мастерства среди сотрудников. Подробности в следующем материале. А я с вами прощаюсь. До свидания. Каменщики строительной компании «Инкост» знают свое дело. Работа идет четко и слаженно. За считанные часы вырастают целые стены, формируются коридоры и комнаты. В соревновании участвуют как опытные, так и молодые рабочие. Причем таких на предприятии немало. Человек приходит, у него навыков нет. Он знать знает, с чего его жить, а навыков нет. А наставничество именно помогает. Со временем, через год, через два он тоже становится профессионалом своего дела. Как только стены выложены, в дело вступают штукатуры. Их задача сделать гладкую поверхность, выровнять оконные и дверные проемы, стены и стыки. Строительная компания «Инкост» такой конкурс проводит впервые. Но в будущем его планируют сделать традиционным. Цель нашего конкурса – повысить профессионализм и улучшить качество строительных работ, кирпичной кладки и штукатурных работ. «Инкост» – одна из ведущих компаний на строительном рынке Чуваши. Качественное и комфортное жилье – характерная черта предприятия. За 25 лет работы реализовано немало проектов. Среди них микрорайоны «Волжский-1» и «Волжский-3», набережные, скверы и спортивные площадки. «Инкост» является предприятием полного цикла. Производят окна из ПВХ, двери. Есть участки отделочных, электромонтажных, сантехнических работ, а также цеха по дереву и металлообработке. Полный цикл, конечно, позволяет удешевить стоимость строительства. Ну и, соответственно, дать больше производственных мест для работы. Мы пытаемся сделать квартиры энергоемкими, то есть уменьшаем площадь и стоимость квадратного метра жилья. Сейчас фирма возводит жилые дома в районе Новый Город. Общая площадь строительства – 1 миллион 200 тысяч квадратных метров жилья. Все отвечает современным требованиям. Будущее в микрорайоне появятся школы, сады, поликлиники, магазины. Строительство ведется полным ходом. Дома сдаются точно в срок. Стать счастливым обладателем заветных метров просто. Нужно лишь обратиться в один из офисов продаж компании «Инкост» или позвонить по телефону 48 56 38. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok